Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Город полон тайн и звуков ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. Город и камни люблю, грохот его и шумы певучие. Музыкальный маршрут. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Может быть, остановимся? Слушаемся? Гагаринский переулок. Здесь жил великий архитектор Щусев. Мы скажем, какое он имеет отношение к музыке, оказывается, очень даже большое имеет отношение к музыке и очень значительное. Да, хотя бы потому, что он причастен к проекту театра оперы и балета. Правда, не в Москве, не в Петербурге, а в Ташкенте. Судьба представила Алексею Викторовичу Щусеву такую возможность впервые спроектировать в истории музыкальные театры для Средней Азии. Надо сказать, что до него никто этим не занимался. И он автор двух проектов. Театра оперы для Ашхабада и для Ташкента. Но вообще Щусеву было свойственно это удивительное качество. Он чувствовал себя в самых разных национальных стилях, исторических пластах, как рыба в воде. Это что такое свойство характер, Саша? Особенность дара? Да, я думаю, что прежде всего это составляющая его таланта. Хотя Алексей Викторович Щусев, мы можем это сказать с полным основанием, первый русский архитектор, но первый в том смысле, что он занимает первое место среди других зодчих, по крайней мере, первой половины 20 века. Он широко известен на Западе своими работами, да и у нас. Посмотрите, сколько зданий в Москве лишь в одной построено по его проектам. Не будем забывать Мавзолей, Марфо-Маринская обитель, такие разные символы. И Казанский вокзал. Вот, кстати говоря, начиная работу над Казанским вокзалом в Москве, архитектор Щусев сказал, я хочу создать свою хованщину в архитектуре. Действительно музыкальный архитектор, правда? Он любил Мусоргского и считал, что это один из лучших композиторов, который может выразить время, жизнь, страсть человеческую, трагедию человеческую. Он всерьез относился к Мусоргскому и считал, что мы мало знаем об этом человеке, об этом гении. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно сказать, это моя хованщина. Да, я что-то не припомню. Кто-нибудь еще, помимо Щусева, ставил себе такие грандиозные планы и осуществлял ли их? Это каким же нужно обладать воображением? А каким, Саша, характером нужно обладать, чтобы, несмотря на довольно тяжелую жизнь, на странные и иногда даже чудовищные обстоятельства, в которых он оказывался, преодолевать, работать и жить? Человек, который, в общем, во многом сам себя сделал. Да, напомним, что родился Алексей Викторович в Бессарабии, в Кишиневе. Тут вспоминается Александр Сергеевич Пушкин с его знаменитой фразой «Проклятый город Кишинев тебя бронить языку станет». Как-то Александра Сергеевича сослали в глухую бессарабскую провинцию. Что там мог увидеть Щусев? Но, тем не менее, увидел. И там зародился его удивительный талант. Семья была симпатичная. Мать очень много сделала для воспитания детей. Их было четыре брата. Алексей Викторович был третьим по порядку. Даже все братья не просто были удивительными людьми. Каждый из них в своей области достиг высот огромных. Да, это даже удивительно. Один из братьев был врачом, эпидемиологом. И просто врачом. Всю Эфиопию. Его до сих пор там помнят. И он изобрел какую-то удивительную сыворотку, которая спасла много жизней. И впервые написал книгу для эфиопов. Медицинский словарь. Другой брат, известный мостостроитель. Прославился уже в советское время. А третий самый любимый Щусевым брат. Вот он и есть, да, тот знаменитый младший брат, который очень сильное влияние испытал Алексея. И надо сказать, что Щусев очень заботился о нем. Когда родители ушли из жизни. А случилась эта трагическая история. Одновременно ушел из жизни отец. И мать не выдержала этой потери. И буквально через некоторое время скончался. И вот получается, что два старших брата. Он был еще сестра у Щусевых. Это дочь отца от первого брака. Вот два старших брата. Они как бы уже вышли в люте. Учатся в университете. А вот Алексей и младший брат у него на руках. Так вот он не только сумел, скажем так, удержаться в этой тяжелой ситуации. Не сломаться. Не сломаться. Он стал заботиться о своем брате. Он дает уроки другим гимназистам, чтобы как-то прокормить семью. Зарабатывает. Зарабатывает. И учится. Потом желание жить и желание учиться огромное у Алексея Щусева. Какой-то стальной характер. Да, он же говорил, что у меня казацкий характер. И мои предки были сродни Тарасу Бульби. Когда мы открываем роман Николая Васильевича Гоголя, Тараса Бульба, то мы читаем там... Просто описание Щусева. Описание Щусева, да. Он пишет, что у него, во-первых, казацкий характер. То, о чем мы сейчас сказали. А потом вот представьте себе портрет Щусева. Эти глубоко посаженные глаза. Ну, во-первых, он брился. Нагленно. Как настоящий казак. Широкий лоб. Большой, высокий. Крепкий такой нос. Мощный. И сам он такой крепкий, коренастый. Крепко сбитый. И не хватает только чуба казацкого. Но... Но как шутил сам Щусев, это дело наживное. Дело наживное. Но самое интересное, что когда Щусев поступил в Академию художеств и учился там, в том числе и у Репина. Репин к тому времени, конечно, создал своих знаменитых запорожцев. И Щусев подолгу простаивал у этой картины в русском музее. А когда они поехали на Академическую дачу под Петербургом, студенты, в том числе и Щусев, то решили создать живую картину по мотивам репинских казаков. Естественно, что в центре оказался Алексей Викторович Щусев. Он более всех походил на главного героя, который пишет то самое письмо турецкому султану. Что уж тут еще нужно, чтобы подтвердить его казацкое происхождение. Но не забудем, что ведь он был и дворянином. Можно сказать, что семья была дворянская, но жили бедноватые. Бедноватые, мелкопоместные так называемые дворяне. И уже в гимназии, где Алексей Викторович учился, заметили его талант, и там говорили, что, как это обычно бывает, что у тебя большое будущее, мальчик. Он рисовал, показывал свои художества учителю рисования. Ну, что мог дать, в общем-то, Кишинев? Ему нужно было ехать в Петербург. В столицу. Да, и, естественно, он знал, что есть императорская академия художеств. Поехал. 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 Без денег, без связей, без знакомств. Поехал. Уверенный в том, что покорит столицу. Петербург ему был по сердцу. Он говорит, это мой город. Да, вот Москва не прельстила его, потому что из своей Бессарабии надо было ему ехать на поезде через Москву, Петербург. Он приезжает в Москву на несколько дней. Это случается в 1891 году, летом. Он гуляет по Москве, а в то время в старой столице активно развивается модный для того эпохи архитектурный стиль называется, сегодня, скажем так, он называется ложно-русский, псевдо-русский. Что это значит? Ну, вспомним, как выглядит ГУМ, например, или политехнический музей, или исторический музей. Много башенок, много виньеток, много украшений. Это, как тогда говорилось, что это, в общем-то, и пошлость, что на самом деле ничего русского в этом нет, какие-то гирьки, колонки. То есть, это та старина, но глазами современника. Ну, сегодня, конечно, мы уже не скажем, что это пошлость, а это памятники архитектуры не отражают свою эпоху. Ну, Чусев походил, посмотрел. Не понравилось. Не понравилось, да, как строятся верхние торговые ряды. Очень символичное было посещение Москвы. Потому что пройдет время, и Чусев станет одним из основоположников неорусского стиля. Заметьте, не псевдорусского, а неорусского. Он бы мог остаться в Москве и поступить в училище живописи военно-изучеств. В Москве тоже была своя школа, но все-таки он понимает, ему нужна академия, а не училище. Ему нужна «Люблю тебя, Петра творение». Да, его любимые стихи, стихи, которые читала ему мать в детстве. Вот здесь, посмотрите, амбиции. Это твой строгий, гордый вид. Гордый вид, да. Это стиль Чусева, строгий, гордый вид. Ему очень хотелось строить для Петербурга, конечно. Ведь Петербург – это целая энциклопедия архитектурных стилей 18-го века, 19-го. Но так вот сложилось, что… Не удалось. Да, что основным местом приложения его сил стала Москва. Но он не жалел об этом. Хотя до конца жизни он говорил, приезжая тогда в Ленинград, он говорил, вы знаете, все-таки я чувствую себя ленинградцем. Когда я возвращаюсь к нам, он говорит, находился со своими академическими приятелями старыми и, в общем-то, в очередной раз удивлялся красоте. Города. Привыкнуть нельзя. А в письмах он пишет, что привыкнуть к красоте нельзя. Вообще к красоте привыкнуть невозможно. Когда человек живет среди красоты и каждый день смотрит на дворцы, башни, на державность, он сам пропитывается этими ощущениями, настроениями, он сам становится прекрасным. Музыкальный маршрут. Дома и улицы хранят память о мгновениях жизни, счастья, страсти. Прислушаемся и посмотрим на наш город через призму поэзии, через призму музыки и призму любви. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Чусев знал свое место, в общем-то, ну и рассчитывал на соответствующую оценку, что все-таки вот он заканчивает уже академию, получает большую золотую медаль. И, наверное, вот совсем немного осталось подождать, когда... Получит заказ. Да, его оценят уже не только с теоретической точки зрения, но и с практической. Не оценили. Да, не оценили, потому что, как и в нынешнее время и тогда... Властвовал Бенуа. Бенуа. Да, там, как говорится, своих было Бенуа навалом. Понимаете, там целая семья Бенуа могла бы выстроить улицу в Петербурге. У них же была огромная вот эта франко-итальяно-русская семья или даже, скажем так, клан. И искусствоведы, и архитекторы, и художники. И не очень-то они пускали чужих. Кто нужно построить, кто нужно, то есть оплатит и напишет, и хорошую оценку еще даст. Ищу себе пришлось очень тяжело пробиваться. То есть он оказался нигде. А в это время случилась же, Саша, и романтическая история. Он влюбился? Да, он влюбился. Но он эту девушку заприметил еще в Кишиневе. Она была сестрой его друга Марии Викентиновны Корчевская. И в 1898 году он окончил Академию художеств с золотой медалью и женился. Женился и... Всю жизнь прожил. Всю жизнь они прожили, хотя жизнь была у них, конечно... Нельзя сказать, что усеяна сплошными розами. Там история с детьми очень тяжелая. Да, печальная история, что было четверо детей вообще родилось у Щусева за всю совместную жизнь. И младшая дочь заболела и умерла в детстве. А потом эта болезнь проснулась у старшего сына. И еще одной дочери Алексея Викторовича. И лишь один сын Алексей продолжил дело отца. Вот такая трагедия. А дети были... Талантливые дети. Ну и страшная болезнь, это была шизофрения. Да, шизофрения. Это началось все с менингита. Печальная очень история. Но Алексей Викторович, мне кажется, во многом компенсировал вот это своей активностью. Бурной активностью. Старался забыться, вероятно. Да, он работал, и работал очень много. Он был честолюбив, да, конечно, он был честолюбив. Чеславен ли? Да, чеславен. И эти качества иногда помогают людям пробиться. Но он был честен и бесстрашен. Да. Потому что так, как он вел себя с властью, как он защищал своих друзей и коллег, это достойно уважения, восхищения. Вот смотрите, как интересно получается. Он заканчивает Академию художеств. Один из лучших выпускников. Ждет заказ. Заказы не поступают. У него есть выбор. Пойти под мастерьем к Бенуа, да, и работать под мастерьем. А сколько их этих под мастерьев? Их там и 10, и 20 человек. И судьба-то их не завидна. Как потом пройдет время, и это станет понятно уже под мастерьем самого Щусева. Которые затаят на него глубокую обиду. И в определенный момент это прорвется. И предательство будет много. Да. Щусев ждет, и жена ему говорит, подожди. И вот действительно. Он не соглашается быть под мастерьем. Да, он не хочет. То есть он выбирает... Саша, согласитесь, это важный момент. В свое время Тарковский однажды на лекции сказал, когда студенты задавали ему вопросы. Вот я хочу, говорил один студент, начать простой путь. Я хочу начать с помощника режиссера и пройти все до конца. И Тарковский сказал, не бывает режиссера и с помощника режиссера. Режиссер всегда режиссер. Начинайте сразу. Очень кстати. Очень кстати. Это аналогия. И в конце концов он дождался. Он дождался, когда его позвали проектировать иконостас в церкви Киево-Печорской лавры. В общем-то, именно в Киеве первая такая серьезная работа. Потому что до этого он первый заказ, конечно, тоже получил. Ну, небольшой заказ. Он сам явился к одной генеральской вдове, прочитав объявление в газете в Петербургской, что она ищет архитектора для сооружения часовни на могиле супруга в Александра Невской лавре. Это вообще было не принято, чтобы так вот молодой человек, как нахрально, появлялся на пороге и говорил, я знаю, что вам нужно. Я сейчас все сделаю. И она ему доверилась. И он сделал. Поставил, да, часовню. Она, правда, не достояла до нашего времени, но получила оценку соответствующую. Но и на этом все и закончилось. Опять же, никто в очередь не встал там. К Щусеву не стучался в дверь. Но согласитесь, судьба делает такие свои очень важные шаги. Потом Щусев спроектирует один из удивительнейших московских памятников, Марфа-Маринскую обитель. Потом он подружится с Нестеровым. И огромное влияние Нестерова на судьбу Щусева было. Да, и они подружатся. Люди совершенно разные. Есть знаменитые фотографии, они стоят рядом. Щусев и Нестеров. Щусев в широкополой шляпе, Нестеров в котелке. Щусев стоит в расстегнутом пальто. Нестеров застегнут на все пуговицы. Он был, Нестеров, на 10 лет старше, Щусев. Ну и, конечно, помогал ему. Тот же самый проект Казанского вокзала. Нестеров приписывал себе заслугу в том, что Щусев получил этот заказ. Ну, скорее всего, так и было. Да, но Щусев, конечно, стал вровень с Нестеровым постепенно, потому что он уже стал архитектором Марфо-Мариинской обители. А Нестеров расписывал Покровский храм. У них были противоречия в 1924 году. Нестеров не принял мавзолея. Не давал руки Щусеву. Да, говорит, и он к нему подошел, сказал, руки вам больше не поднял. Да, и Васнецов, говорит, даже тот самый, на которого так ориентировался. Щусев был интересен Васнецов. Ведь Васнецов, как мы знаем, заменитую им крыльцо Третьяковки придумал. А Щусев был директором Третьяковки. Все здесь пересекается. Невозможно провести какую-то грань и сказать, что вот с этого момента начинается новая эпоха. Все как интересно. Еще будучи студентом, Щусев поехал в Самаркан. Стал обмерять мавзолей Тамерлана. Надо было привести, так сказать, чувство, поскольку он стал наклоняться. Ему и в голову не могло прийти, что он будет другой мавзолей сооружать. Или, например, его в Академии художеств как-то такие были правила. Закрыли на сутки, он должен был сделать дипломный проект. А в 1924 году за ним пришли и сказали, мы вас закрываем на 24 часа в специальном помещении, вы должны сделать проект мавзолей. Все было так же, все повторялось. Как будто повторяются кадры. Да, как будто повторяются кадры. Но вот казанские... Интересно, Саша, еще если о совпадениях, то последний портрет Щусева тоже написал Нестеров. Нестеров, да, это поразительно. В 1941 году старенький уже Нестеров, ему врач сказал, что он может работать не больше двух часов в день. И он решил для себя, буду я писать Щусева. Очень символично. Они долго, много дружили, но вот последние свои силы Нестеров отдает Щусеву. И он пришел к нему с Сивцева вражка в Гагаринский переулок 22 июня, рано утром. Пришел, стал... Работать. Работать, да. И Щусев показал Нестерову роскошные узбекские халаты. Когда-то, будучи на стажировке в Самарканде, на базаре Щусев эти халаты увидел. И они так ему понравились. А вот есть такие люди, которые, ну, не могут удержаться, когда видят что-то оригинальное, яркое, чтобы не купить. Не потому, что это какая-то склонность к какому-то барахольству, что это... Нет. Он не знал еще, зачем ему эти халаты. Ну, не собирался же он носить его после ванны, понимаете? Ну, красиво, Саша. Да, красиво и неожиданно. Все, как говорится, хендмей, ручная работа. И он купил, купил и надолго положил сундук в этот свой. И сундук путешествовал за Щусевым из квартиры в квартиру. И вот в Гагаринском переулке, наконец, осел. И Нестеров увидел тоже. Вот что, значит, творческие люди, талант, да? И оценил. Оценил и сказал, слушайте, так давайте я вас, Алексей Викторович, и нарисую в узбекском халате, в этой тюбетейке. И так родился этот знаменитый портрет Кисти Нестерова, портрет Алексея Щусева. Это началась война, Саша, в этот же день. Да, они работают, сидят. И вдруг заходит жена Щусева и говорит, вот так вот немцы перешли к границу, напали на нас. Они были поражены случившимся, но работы не прекратили. И после этого Нестеров приходил, приходил, приходил еще не раз. И доделывал работу, а потом его провожали домой, он уже ходил уставший. Вот такая интересная судьба. Да, он ушел из жизни. Ну вот смотрите, Нестеров и Щусев, два замечательных человека, деятеля культуры. Нестеров после 1917 года не принял, безусловно, ни новой политики, ни новой... Власти. Власти, новой идеологии. Ни новых людей. Он уходит из религиозной живописи, уходит в портрет. И мы знаем, сколько портретов он создал советских людей, академиков, артистов. Вот все, что ему осталось. Щусев наоборот. Он считает, что революция... Надо приспособиться. Не то, что приспособиться. Вот часто называют его приспособленцем. Нет, здесь совсем другое. Он понимает новую власть, революция. Значит, не только революция, но и культурная революция. Она открывает бездну возможностей, прежде всего, перед творческими людьми, перед архитекторами. Он хочет работать. Да, его обвиняют в цинизме. Ему что, было все равно, для кого работать? А что, ради сегодняшней архитекторы? Выбирают заказчиков? А что здесь еще, мне кажется, одна важная вещь. Он был дворянин, и для дворянина служить Отечеству, это важная вещь. Служить Отечеству, в каких бы условиях это Отечество ни оказалось, какие бы грозные времена не были, ты работаешь не ради власти и не для власти. Ты работаешь ради своей страны, и ты силу своей отдаешь этому делу. И для него это было главное. Он не задумывался, может быть, над тем, как оценят его поступок. Ему было интересно. Началось то, может быть, чего он так ждал. Музыкальный маршрут. Чтобы найти верную дорогу, сначала нужно заблудиться. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Вот мы начали с Казанского вокзала, да, что это Хованщина. Ведь Казанский вокзал тоже появился, можно сказать, случайно в его жизни. Заказчиком здесь выступил Николай Карлович фон Мекк, сын Надежды Филаретовны, о которой мы уже говорили в наших передачах в связи с Чайковским. Воспитание хорошее получил Николай Карлович. И образование хорошее. И он разглядел Щусева. Щусев очень хотел строить гражданские проекты. Ну, в том числе, может быть, и вокзалы, доходные дома. Ну, ведь он был архитектором святейшего синода. Он строил то, что ему давали. Он создал 30 проектов храмов. Но гражданской архитектуры все не было и не было. Хотя он участвовал в конкурсе. Но побеждали почему-то другие. И вот фон Мекк видит, что появился такой архитектор, который способен воплотить его мечту. Создать триумф встречи Европы с Азией. И он объявляет конкурс фон Мекк «Ворота на восток». О создании самого грандиозного, самого большого вокзала в Европе. Казанского вокзала. Сам фон Мекк владелец Казанской дороги. Он устраивает конкурс. Но конкурс тоже, как бы, это тоже частенько бывает, такой ненастоящий. Понятно, кто победит в нем. Участвует Шехтель. Позвали Шехтеля, создателя Ярославского вокзала. И еще одного архитектора петербургского Филейсина. Но победил, конечно, Щусев. И эта стройка продолжалась всю последующую жизнь Алексея Викторовича. Это проект всей жизни. Вот эта Хованщина, которую он создал и он признал, она действительно стала для него работой, занимавшей все годы его жизни. Это интересное тоже сравнение, Саша, согласитесь. Хованщина – неоконченная опера. Да. В этом есть, может быть, знак. Ему хотелось эту работу длить. Он понимал, что творчество хорошо, когда конца этой работы не видно. Надо продолжать и продолжать. И в каком-то смысле вокзал не закончен. Да. Вот интересная аналогия с Хованщиной. Мусорский задумал писать ее, как мы знаем, в 1872 году. Вот так и не увидел ее на сцене по печальным причинам. И уж кто только не брался. Там ее оркестровать и заканчивать. Переделывать. Да, он ушел из жизни в 1881 году при печальных обстоятельствах. Ну, вот и Щусев. В психиатрической больнице. Щусев увидел свой проект воплощенным. Но все равно вокзал ведь был достроен не так давно. Лет 15 назад был окончательно достроен последний корпус. Тоже много общего. Получается, что и для Щусева, и для Мусоргского эти произведения с момента возникновения их замысла стали делом всей жизни. Да, потом можно найти смысловое единство этих двух выдающихся произведений, созданных, напомним, в разных жанрах. В музыке. И в архитектуре. И в архитектуре. Даже не жанры, а виды искусства. В Хаванщине Мусоргский раскрывает всю глубину духовной трагедии народа. Мы знаем, да, Стасов об этом знаменитый критик говорил, что это истинный подвиг Мусоргского. Но ведь и Щусев тоже создает свой Казанский вокзал как отражение огромного вот этого культурного единства России. Много народов, у каждого своя культура, да, у каждого свои обычаи, но все это переплавлено. И надо научиться жить вместе. Да, да, это интересно, интересно. Еще один момент. Что такое Хаванщина? Конечно, это разлом, да, разлом общества, разлом государства. Трагедия. Трагедия. А что такое Казанский вокзал? Это свидетельство этой трагедии. Ведь он начал работать, Казанский вокзал, и вот проходит год, и начинается Первая мировая война. Потом революция. Казалось бы, все закончилось. Да, а новой власти, оказывается, тоже нужны вокзалы, и поэтому они не отказываются от услуг Щусева, а наоборот, наоборот, пытаются как-то, не то чтобы заманить к себе, а они показывают, что они заинтересованы в таком человеке, как Щусев. Даша, потом его обвиняли в том, что он приспособился, что он пошел на поводу власти, что он прельстился выгодами, заказами, пайками. Действительно его поддерживали очень сильно? Да, как и многие других его коллег. Коллег. И это обстоятельство, оно не является чем-то новым. У него были коллеги, но выбрали только его на роль автора «Мавзолея». Как и из-за этого фон Мэг только его выбрал на роль автора «Казанского вокзала». Можно себе представить, какие впечатления это вызвало и эмоции у его коллег. Да, его многие осуждали, хотя он не был в таких благостных отношениях с властью, он многое мог себе позволить. Нестеров сказал как-то, когда утвердили наш проект «Марфа-Мариинской обители», то мы стали свидетелями проявления лучших человеческих качеств – зависти, ненависти и так далее. Но мы остановимся возле «Марфа-Мариинской обители», и мы уже в следующей программе побродим по «Марфа-Мариинской обители» и вспомним истории, которые с ней связаны и связаны с архитектором Алексеем Щусевым. Встретимся на Большой Ордынке. Город полон тайн и звуков, ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. И за поворотом нас ждет новая история, новая судьба, новая мелодия. По улицам города прогуливались Ирина Кленская и Александр Васькин.